Доброе утро, друзья! Мы пришли к вам с приветом рассказать, что солнце встало. Также мы рады снова вас будить и поднимать настроение. С вами сегодня Салья Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух каналах «Первый Крымский» и «Крым-24». И сегодня мы расскажем вам самые интересные и актуальные новости, а также много всего другого, что подготовили наши журналисты. Да, и вот мне хотелось бы тоже анонсировать, что нам будет чем вас удивить. Мы расскажем об атрибуте женского гардероба, который, как оказывается, мужчинам не нравится. Но пока не будем раскрывать всех карт. Конечно, не будем. Но я думаю, что наверняка у тебя есть масса новостей, каких-то историй, которые бы ты хотела рассказать крымчанам. Да, у меня есть масса новостей. Я еще хотела сказать по поводу того, что побывала в лаборатории ДНК, вернее, где делают тест ДНК, и узнала тоже очень много интересного для себя. Но помимо этого у нас есть много других новостей, о которых мы готовы рассказать прямо сейчас. Это, конечно же, новости, которые произошли за последние 24 часа. Завершение работы полностью закончить роспись Александра Невского собора художники планируют до Рождества. Общий объем почти 4000 квадратных метров. Для прихожан верхний храм планируют открыть к концу года. Анастасия Кошель расскажет, как долго трудились мастера и в чем особенность росписи. Процесс росписи храма сложный и трудоемкий. Приходится работать под самым куполом на высоте 30 метров. День за днем художники создают лики святых, наносят детали орнамента. Владимир Страшко руководит процессом. Каждый элемент храма уникален. Его автор тщательно продумывает, создает макет и переносит на стену. Основные сложности для нас это чисто творческие, потому что хочется сделать собор достойный Крыма, истории Крыма, истории современной нашего времени. Было высказано пожелание и владыки, и епархиальным советам добавить некоторые сюжетные иконографические композиции, иконы. И, возможно, часть работ мы продолжим и после Рождества. В команде у Владимира семь человек. Антон приехал из Подмосковья и не один. За время работы перевез в Крым жену и детей. О своем творчестве говорит скромно. Мы довольны какими-то вещами, которые, может быть, нам удались. Как люди говорят, что вроде бы все получается. Тут немножко не о гордости речь, но в общем и целом мы занимаемся живописью. Руководитель скрупулезно подбирает мастеров. И создание икон доверяет только профессионалам. Все лики святых и библейские сцены Владимир Страшко и Антон Федосов рисовали вдвоем. Работы в соборе ведутся уже третий год. Общая площадь более 4000 квадратных метров. Рабочим предстоит выполнить еще несколько композиций. Например, на этих стенах появятся образы ста крымских святых. Художники написали уже 47 ликов. Рисунок выполняют стойкими акриловыми красками и сусальным золотом. Перед этим стены тщательно подготавливают. Стоимость работ 105 миллионов рублей. Впереди роспись западного храма. С правой стороны, там за лесами, образ Серафима Саровского. Это утвержденные образы Совета. И на куполе, на плафоне покров Богородицы. То есть мы входим в храм под покров Богородицы. Ну, такова идея. Прихожан также будут встречать композиции на тему крещения Руси и крещения Владимира. Службы в соборе начались в 2014 году, когда еще шло строительство и не прекращались ни на день. Сегодня в Нижнем храме в разгар рабочего дня людно. Уже сложился определенный коллектив молящихся, так сказать. То есть община, в принципе, уже собранная. Роспись, которая вот уже подходит к концу, она действительно создает полноценный ансамбль богослужебно-литургической практики, молитвы. И в общем и целом включает человека в целую мистерию отношений с Богом. Рабочие в ближайшие дни начнут установку под куполом главного паникадила. В нем будут гореть около 500 светильников. Вскоре прихожане увидят весь комплекс верхнего храма и оценят мастерство современной церковной живописи. Анастасия Кошель, Олег Черемисин. Новости 24. Нам необходимы специалисты, которые будут использовать прорывные технологические решения. Такое заявление сделал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он добавил, открытие образовательных и научных центров для детей – одна из главных задач для будущего России. Президент призвал молодежь использовать создаваемые для нее возможности. Дерзать, приносить пользу себе, своей семье и своей стране. Именно для мощного технологического развития России появляются научно-образовательные центры, робототехника, 3D-моделирование и лазерное выжигание. Освоить это в родном городе теперь могут жители Красноперекопска. Там открылся Центр молодежного инновационного творчества. Лаборатория оборудована компьютерной техникой и установками по резке металла, дерева и пластика. Об изобретениях и изобретателях расскажет Евгения Довжик. Здесь мы нарисовали векторные графики слово «Привет», в данном случае оно будет тестовое. И мы его запускаем на остановку. Зачем? Зачем, почему, что, как и где? Вопросы здесь не прекращаются ни на минуту, куда ни глянь, все новое, ко всему хочется прикоснуться. Артем Камышев печатает слово в текстовом редакторе на компьютере, а через мгновение оно выжигается на доске. Меня это дело действительно заинтересовало, я хочу сюда ходить. Благодаря этому лазерному станку можно не только украсить небольшие предметы, но и изготовить детали масштабных конструкций. Работает он по принципу увеличительного стекла. Там находится лампа, она светит в одно зеркало, которое передает во второе зеркало, и второе зеркало передается в третье. С третьего зеркала луч поступает на линзу, и, собственно, так же, как и увеличительным стеклом, фокус вы настраиваете, и оно выжигает. А здесь уже трудятся начинающие робототехники. Всех их объединяет одно – желание производить собственный продукт. Чтобы собрать вот такую игрушку, понадобится время. Сначала пишут программу и создают элементы будущего робота. Для того, чтобы получить вот такую деталь для конструктора, много усилий не потребуется. Необходимо буквально вбить в компьютер ее параметры, и через 10 минут, благодаря 3D-принтеру, появится точная ее копия. Потом все детали собираются воедино, новая машина программируется, и можно устраивать настоящие робота-битвы. Всему этому обучают в Центре молодежного инновационного творчества. А еще здесь познают азы компьютерной графики, создают собственные видеоигры и воплощают в жизнь любую, даже самую необычную идею. Здесь сосредоточены самые передовые аппараты, благодаря которым каждый может совершить маленькую техническую революцию. Например, этот токарный станок может за несколько минут без участия человека изготовить современные детали для автомобиля. Научиться работать на нем и других механизмах могут жители Красноперекопска любого возраста, начиная от 10 лет. За неделю центр посетило более тысячи человек. У нас есть лазерные станки с ЧПО, фрезерные станки и токарные станки с ЧПО. У нас есть несколько 3D-принтеров, у нас есть несколько 3D-сканеров, поэтому здесь, как говорится, учиться не переучиться. Все это появилось здесь благодаря поддержке Министерства экономического развития Крыма. Сумма гранта – 3 миллиона рублей. Сейчас центр в Красноперекопске единственный в республике, где освоить инновации могут абсолютно все желающие. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Красноперекопск. Класс. Такой была информационная картина этого часа, но мы продолжаем следить за развитием событий. У нас впереди очень большое количество интересных новостей, которые мы непременно всем расскажем. Ну а сейчас я предлагаю связаться с нашей новостейной редакцией, нашими коллегами с Радио Крым. И мы уже на связи их видим. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. К нам подключается телевизионная студия «Утро нового дня». О чем говорите «Доброе утро» еще раз? У нас сегодня две основные темы. В первой части мы обсуждаем тему стихийных рынков. Стихийных рынков, это очень актуально. Торговля на улицах города. А второй час мы обсуждаем тоже немаловажную новость, которую давно ждало население Крыма. Это полная цифровая реорганизация здравоохранения. Это, по-моему, очень интересная тема. Ну, можно сказать о том, какие реформы происходят у нас в медицине. И одна из них — это электронные очереди. Теперь людям становится доступнее. Да, я вчера пыталась встать на очередь. Теперь можно будет две недели стоять в электронную очередь. Эмилия, ты пыталась встать на очередь? Я пыталась встать на очередь, но пока не получилось. Мне сказали, что вы вообще кто? Почему вы не прикреплены к поликлинике? Да, это вот буквально вчера полдня этим занималась. В итоге я думаю, что я позвоню сегодня в регистратуру и попытаюсь это сделать так. Но опять-таки я не уверена, что я смогу записаться на завтра. Так что с нововведением не всегда просто. Мы сегодня обсуждаем послание президента к федеральному собранию. Говорим о разных, в том числе сложных темах. Я, наверное, ближе ко второму часу расскажу, как я вчера оказался в МРЭО. И как там исполняется распоряжение президента о том, что чиновники должны быть ближе к людям. И о том, что услуги должны оказываться молниеносные по интернету. Я там провел пять часов. Ну, это такая же история. И ничего практически не сделал. Ну, вот как-то так. К сожалению, видимо, до нас еще не дошло полностью волна, скажем, реорганизации, которая благословит нашу жизнь. Но будем надеяться, что и до нас докатится. Мы, как всегда, будем верить в светлое будущее. Спасибо, коллеги, удачного эфира. Спасибо, Иван, удачного эфира. Почти с тобой в унисон, сказали. Потому что всегда приятно желать друг другу хорошего эфира. Действительно. Ну, что еще интересного я бы хотел поведать, так это то, что российские ученые сделали очень интересное и достаточно актуальное открытие. Дело все в том, что они сопоставили количество геомагнитной активности в атмосфере планеты нашей с количеством вызовов скорой помощи. И оказалось, что эти значения, они коррелируют, чем активнее магнитная система нашей планеты, тем больше страдают гипертоники и все, кто страдает неврологическими заболеваниями в том числе. Поэтому надо быть очень осторожными в этом смысле. Саша, ну ты знаешь, я не ученый, но давно знала о том, что все-таки какая-то связь между магнитными бурями и нашим здоровьем все-таки есть. Я знаю даже почему. Почему? Потому что ты очень внимательно смотришь прогноз погоды на нашем канале. Я предлагаю прямо сейчас к нему и обратиться. Прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, ну вот продолжая предыдущую тему, хотелось бы сказать, что у нас сейчас нетипично тепло и, конечно же, на это реагируют не только люди, но и цветы. Вот, например, вчера разговаривала с садоводом, он говорит, что 10 февраля появились первые нарциссы. Это показатель того, что уже прогревается не только воздух, но и почва. Это значит, что уже скоро мы увидим целые парады цветов. Очень ждет. Но тут обещать довольно сложно, потому что, как мы знаем из прогноза погоды, обещают очень сильное и резкое похолодание, вплоть до минус 8 градусов ночью. В это воскресенье, кстати говоря, поэтому подготовьтесь, крымчане. Что же касается цветов, то действительно так, по крайней мере, Южный берег уже почти полностью в цвету. И, в частности, в Никитском ботаническом саду обещают провести парад тюльпанов, который может состояться на 6 или 8 дней раньше, чем обычно. Как раз-таки из-за теплой, патологически теплой погоды. И еще одна очень интересная новость с этим связанная. Высадят в этот раз почти 100 тысяч цветков. Это огромное количество, сложно представить себе. И с каждым годом количество этих вот луковиц растет. И в этом году уже, повторюсь, почти 100 тысяч. Собрана колоссальная коллекция, хранится в Никитском ботаническом саду. Она с 1812 года. То есть уже 200 лет? Да, и только, даже больше. И только пополняется. И в этом году будут представлены 5 новых сортов крымской селекции, которая была произведена в Никитском ботаническом саду. И, на мой взгляд, это просто восхитительно. И нужно обязательно каждому крымчанину непременно посетить парад тюльпанов. Но я бы хотела добавить, что там не только будет крымская селекция, но также и иностранная. Поэтому, если вы думаете, что все знаете о тюльпанах, вы ошибаетесь. В этом убедиться вы сможете, посетив Никитский ботанический сад. Абсолютно верно. Дело все в том, что парад тюльпанов – это то мероприятие, которое проводится ежегодно, год из года. И почти стало традицией. Можно сказать, это такая яркая дата в календаре крымчанина. Какие еще даты были отмечены в этот день, в ретроспективе мы узнаем из хронографа прямо сейчас. 21 февраля 1784 года по указу Екатерины II порт и крепость в Крыму на берегу Ахтьярской бухты получили название Севастополь. Название города переводится с греческого «Августейший город» – город, достойный поклонения. Сегодня это незамерзающий морской, торговый и рыбный порт – главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. 21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. Здание возведено на Красной площади по проекту выдающегося архитектора Владимира Шервуда в псевдо-русском стиле. Фонд современного Государственного исторического музея – крупнейший в стране. Насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов. 21 февраля 1728 года родился император Петр III Федорович, внук Петра I, сын его дочери Анны. После недолгого царствования был свергнут в результате дворцового переворота, организованного его женой Екатериной II. Личность Петра III долгое время расценивалась историками единодушно-отрицательно. Однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий ряд государственных заслуг императора. 21 февраля 1957 года родился Николай Расторгуев, советский и российский музыкант, певец-лидер группы «Любе». Народный артист Российской Федерации, член партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Совета Российской Федерации и Пятого Созыва. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. В рамках празднования этого дня в разных странах проходят различные мероприятия, содействующие лингвистическому разнообразию и многоязычию населения планеты Земля. Саша, ну вот у меня будет не очень приятная новость для автомобилистов и водителей, что в скором времени исчезнут из рынка автомобильного машины стоимостью меньше миллиона рублей. Это, конечно же, связано с повышением НДС и курса валют. А куда же денутся они? Они просто будут дороже стоить, причем некоторые машины будут стоить в два раза дороже, но это касается импортных, а что касается отечественных, то там превышение подорожания составит не более 7%. Но мне кажется, это все равно достаточно большая цифра. Большая цифра. Я тоже хочу расстроить автоводителей, потому что именно сейчас я расскажу цены на бензин. А как известно, они в последнее время не радуют. И вообще, когда озвучивается любая цена, она обычно не вызывает радостных эмоций. Но давайте поговорим о, собственно, углеводородах. Газ на сегодня равняется 28 рублям 19 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо 51 рубль и 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей 17 копеек. 95-й бензин 50 рублей 25 копеек. И 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Таковы цены на бензин. Но, как мы знаем, они всегда прочно привязаны к валютам. И давайте поговорим теперь о курсе валют на сегодня. Итак, доллар на сегодня равняется 66 рублям 20 копейкам. Евро 74 рубля 81 копейка. Обе эти валюты за последние сутки потеряли около 10 копеек в своем рейтинге. Такова ситуация на бирже, на рынке валют. Так, ну давай вернемся и к нашим обычным, так сказать, новостям, которые не касаются бензина и курса валют. Потому что недавно стало известно, что московские мастера уже заканчивают роспись верхнего храма Александра Невского собора. Они работают буквально не покладая рук и день и ночь, и день и ночь. И уже завершено практически 80% этих работ. Я знаю, что на них выделили более 200 миллионов рублей, причем часть из них это пожертвования одного из предприятий Татарстана. Неожиданная поддержка братьев-мусульман в православной стройке. Ну что ж, это действительно здорово. Но я хочу сказать, что я имел честь петь на клиросе этого собора до того, как он был расписан еще. И, честно говоря, белые стены этого собора смотрелись просто восхитительно. В этом была какая-то свежесть, чистота. Ну, как будет выглядеть расписанный собор, тоже, наверное, очень красиво. Что-то мне подсказывает. Ну, я бы еще хотела добавить, что один из работников этого собора мне рассказывал, что там есть один зал, который называется Салия. Представляешь? Именно как меня. Оказывается, в раю есть такой камень Салия. Я не знаю его функций, но не просто так он там находится. И мне очень приятно, что... Дело все в том, что твое имя пишется через А, а Салия, это действительно Салия. Действительно, такое он есть. Но всех желающих, верующих и неверующих, конечно же, этот храм должен притянуть на свое открытие. Потому что в любом случае это яркая достопримечательность Симферополя и то место, которое обязательно следует посетить. Что же касается дня сегодняшнего, следующий наш сюжет расскажет, куда можно сходить, ну, скажем, прямо сегодня. Афиша. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького премьера спектакль «Васса Железнова». По словам самого автора пьесы, Максима Горького – это лучшее из всего, что он написал. Режиссер-постановщик поставил спектакль о крахе некогда преуспевавшей благополучной семьи Храповых-Железновых. Наследница родового капитала «Васса» изо всех сил пытается сохранить семью, которая гибнет на ее глазах. Тяжеленный ввоз семейных неурядиц эта русская женщина 15 лет тянет в одиночку. Начало премьеры в 19.00. На камерной сцене театра имени Горького пройдет спектакль «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». Москвичка Вера и Одессит Костя встретились в 1975 году в Ялте. Так началась история любви длиною в жизнь. Героев разделяют сначала города, а потом и страны. Однако они все равно рядом, хотя и не вместе. Начало в 19.00. Продолжительность спектакля 2 часа 15 минут. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского на основной сцене зрители увидят небесный тихоход. События этой музыкальной комедии разбиваются в боевом авиационном полку. Летчики громят отступающих фашистов. Спектакль насыщен воодушевляющими музыкальными номерами. Впереди победа. Патриотизм и романтические чувства буквально пронизывают эту ностальгическую комедию. Начало спектакля в 18.30. Продолжительность 2 часа 15 минут. В кинотеатрах в этот день Алита – боевой ангел. В далеком будущем на свалке апокалиптического железного города останки женщины-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все новое для девушки в этом мире. Каждый опыт первый. Пока она учится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Девушки отдыхают. На данный момент никакая квота не действует, не распространяется на мидии. Их вылавливают в огромном количестве. Более того, скажу, что за этот год увеличилась их добыча почти на 30%. Это очень сильно пугает экологов, потому что мидия без того является исчезающим видом. Ты любишь мидии? Я мидию очень люблю. Я знаю, что у нас в Крыму в последнее время также популярны устрицы. И тоже к нам приезжают туристы, чтобы их попробовать. Потому что они имеют свой особенный вкус. Они менее соленые, потому что промилле соли у нас в Черном море меньше, например, чем... Меньше, да. Интересно, что соленость Черного моря равна солености слезы. И поэтому, в общем-то, можно в Черном море, если вода, конечно, чистая, нырять с открытыми глазами. Но, тем не менее, возвращаясь к двустворчатым, важно вспомнить, что есть еще одно животное, рапана, которая была завезена в 50-х годах в Черное море и помимо человека стала истреблять мидии. Она подползает к ракушке. У нее очень мощная мышечная нога. И она прямо раздвигает створки и раковины этой мидии и выедает оттуда, собственно, животное. Поэтому рапана является вредителем в определенном смысле. Так вот, с нее снимают ограничения. Вы можете, дамы и господа, при большом желании и определенной подготовке добывать рапанов самостоятельно, опускаясь на глубину? Но знаешь, что я хотела отметить? Что, оказывается, рапаны живут лучше, чем мы и питаются так же лучше, чем мы. Потому что они каждый день едят мидии и устрицы. Можно им в этом позавидовать. Абсолютно верно. Но что касается мидии и устриц, конечно, они стали уже просто притчей во языцах Крыма. Они притягивают сюда туристов и об этом активно пишут в интернете. Да, да, да. Конечно же, в интернете тоже можно найти много информации, что касается устрицы. Как я уже говорила, они как раз-таки и привлекают туристов, которые хотят их у нас попробовать. И узнают это благодаря всемирной паутине. Но какие еще новости там можно найти, давайте узнаем прямо сейчас. Абсолютно верно. Ветер в Каспийске сдул часть балкона. Припаркованные под домом машины разбило кирпичами. К счастью, никто не пострадал. Человек-собаки-друг. Суровый челябинский сотрудник ДПС помог хромой собаке перейти дорогу. В Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители в социальных сетях делятся снежными кадрами и говорят, что в будущем эта местность может стать зимним курортом. Снег выпадает там уже второй год подряд. Мир увидел суперлуния. Такой большой луны в этом году мы больше не увидим. Небесное тело будто стало больше и светило на треть ярче. За суперлунием следили во всех странах мира. Луна теперь главная героиня социальных сетей. И напоследок милое видео. Кот делает массаж лица своему другу собаке. Не забывайте, вы заботитесь о своих близких. Всем хорошего дня. А сейчас мы ответим на вопрос, который задавали на нашей странице в инстаграме, которая так и называется «Утро нового дня». Мы расскажем о том атрибуте женской одежды, который не нравится мужчинам. Что это? Узнаете прямо сейчас. Наших женщин не сломить ни погодой, ни обстоятельствами. Носить мини-юбки некоторые модницы готовы даже зимой. Многие представительницы прекрасного пола считают их неотъемлемой частью своего гардероба. Постоянно рвущиеся тонкие капроновые колготки считаются актуальными даже в лютые морозы. Колготки – относительно новая деталь женского гардероба. Сто лет назад климат был не мягче, но женская половина человечества носила чулки. Мода 60-х на короткие юбки принесла с собой необходимость носить колготки. Их делают из хлопка и шерсти с добавлением синтетических материалов для придания эластичности. Считается, что эта часть дамского наряда придает ножкам утонченность и элегантность. Может, именно это и заставляет женщин надевать тонкие капроновые колготки в зимний период. А что же думают по этому поводу представители сильного пола? Девушка в тонких капроновых колготках – это, наверное, прежде всего любая девушка. Это все-таки мать, наверное. Естественно, я к этому отношусь очень резко критически, потому что каждая женщина должна думать не только о себе и своей красоте, но и еще о своем будущем. Я думаю, им надо подумать о своем здоровье прежде всего. Хоть и красота требует жертв. Ради привлекательности, можно так сказать. Вас это привлекает? Нет. Эту тему бурно обсуждают и на просторах интернета. Женские онлайн-журналы, форумы завалены подобными диалогами. Девушки спорят о цвете, фасоне и качестве материала. Что касается меня, то я летом ношу колготки в мелкую сеточку. Большую сетку не люблю. Ну а зимой тоже постоянно в колготках, даже под брюками. Тепло и как-то уютно. Без колготок уже не могу ходить. Не то ощущение. Другого пользователя больше волнует плотность колготок. Но зимой в мороз в обычных капроновых колготках хожу, хотя и мало греют. Надо, наверное, на какие-нибудь потеплее переходить. Ответ на эти вопросы нам дал специалист. Конечно же, лучше выбирать колготочки более плотные в зимний период. Лучше всего подходят колготочки с микрофиброй. Они довольно мягкие, очень нежно прилегают к коже женской. И они, собственно говоря, хорошо согревают. Красота, конечно, стоит жертв, но и о здоровье забывать не нужно. Ведь можно запросто перехладиться и заболеть. Ну, я также знаю, почему мужчинам не нравятся капроновые колготки. Вообще колготки, прошу прощения, колготки. Потому что сами носили в детстве, а теперь стесняются в этом признаться. Не знаю, я не стесняюсь. Было в детстве, действительно. Почему? Чего тут стесняться? Детство – это такая пора. А считаешь ли ты колготки стихийным явлением? Стихийным явлением? Ну, нет, я не считаю. Но я считаю, что это необходимый атрибут все-таки в женском гардеробе. И чем больше будет в магазинах различных видов и предложений, тем лучше. Я с тобой полностью согласен. Но у нас, кажется, гость есть в студии. Да, у нас есть гость. И как мы уже анонсировали, мы будем говорить сегодня о стихийной торговле, о стихийных рынках, которые разворачиваются у нас в городе. И вот к нам уже присоединилась Надежда Георгиевна Бойко, главный государственный ветеринарный инспектор города Симферополь. Мы вас приветствуем в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте, сразу вопрос вам задам. Скажите, вы когда-нибудь покупаете что-нибудь на стихийных рынках? Нет. А скажите, чем они вам не угодили? Ну вот есть стихийные рынки, можно туда прийти быстренько, купить все, что тебе надо. И поехал дальше по делам. Вообще стихийная торговля в городе – это одна из проблем, на которую особое внимание уделяют и городские власти. При государственном городской администрации создана специальная комиссия, в которую входит департамент административно-технического контроля, входит полиция города и входит наше управление ветеринарией. Мы осуществляем ежедневные совместные выезды по борьбе со стихийной торговлей. Мы участвуем в управлении ветеринарии, участвуют в ликвидации несанкционированной торговли продукции животного происхождения. Так, за прошедшее время 2019 года было совершено 42 совместных рейда, в результате которых не допущено к реализации 707 килограмм опасной некачественной продукции. Это и молоко, молочная продукция, мясо, рыба. То есть это было доказано лабораторными исследованиями, что она опасная? Эта продукция, она не подвергается лабораторным исследованиям. Да, она без маркировки, без сопроводительных ветеринарных документов. И обычно, если мы выходим рейдом, комиссией, то в большинстве случаев владельцы, которые реализуют эту продукцию на стихийной торговле, они ее бросают, и она становится бесхозной. Вот за прошедший период мы всего составили 16 протоколов на владельцев, которые реализуют некачественно опасную продукцию на стихийной торговле. У нас маленькие штрафы от 500 до 1000 рублей и сумма 9,5 тысяч. Может, поэтому и не удается победить стихийную торговлю, и так долго ведется эта борьба, потому что слишком маленькие штрафы. Но что для этого предпринимателя? Он за полчаса эти 500 рублей себе вновь вернет. Вы знаете, на стихийной торговле предприниматели не торгуют. Там торгуют физические лица. Ну, даже если это владельцы, бабушки, те, которые занимаются много лет стихийной торговлей, они не являются индивидуальными предпринимателями. Они просто физические лица, и поэтому на них маленькие штрафы. Это в нашей службе, управление ветеринарией, в ветеринарной службе на физических лиц, которые реализуют продукцию некачественную и опасную на стихийной торговле, маленькие штрафы. А у департамента технического контроля там повыше штрафы. Вежда Георгиевна, я предлагаю прямо сейчас обратиться к глазу народа. Мы провели небольшое исследование с крымчанами. Спросили их, что же они думают о стихийной торговле. Прямо на улицах Симферополя. Давайте посмотрим Блиц-опрос. Если рынки в микрорайонах не цивильно оформлены, почему нет? Потому что, идя с работы, люди работающие, удобнее купить, допустим, что-то, продукты возле своего дома. А если рынки как шалманы, то, естественно, где-то санитария, я считаю, их надо брать. Вот на нашем рынке, на Залезском, стоит рыбная машина прямо у самой дороги. Не знаю, чья она, ее никто не проверяет, так он все время торгует, но рыба вонючая у него. Каждый вот этот ларечек, каждый лоточек, это, ну, так, по моему пониманию, как маленький сборник мусора. Иногда людям просто удобно, вот вышел из дома, где-то у него близко, и не надо ехать в центр на опт, ну, чтобы это культурно было. Однозначно бороться, однозначно. С одной стороны, удобно для людей, которые живут рядом с этим стихийным рынком, пойти там подешевле купить бабушке какой-нибудь, чем идти куда-то на рынок. Очень мешают, потому что, ну, мешают, это не санитарно, во-первых. Нормы санитарные не соблюдены никак, что по вещам, что по продуктам, тем более. Эти рынки, они не должны быть так стихийными, они должны быть под контролем государства. Отчасти это удобно, потому что есть люди, которые выращивают продукцию для себя, и они могут продать ее по более дешевым ценам. И для людей это удобно, фрукты, овощи домашние купить. Но нужно выделять места для таких людей, для бабули, для дедули, чтобы они могли как-то реализовывать продукцию. Смотря, конечно, где, не на улице, вот под автобусами, это ясно. А так, если где-то место действительно, оно удобное, в уголку, там, между домами, я считаю, что это нормально. Должна быть система, порядок, а стихийность склоняет к беспорядкам. Надежда Георгиевна, скажите, а вот рынок и стихийная торговля, я так понимаю, это не тождественные понятия? Конечно. Рынок, организованный городскими властями, у нас их не один в городе, которые согласованы, территория, на которой расположены эти рынки с городскими властями. И там есть ветеринарный контроль, есть лаборатории, ветеринарные экспертизы, которые контролируют продукцию, реализуемую на этих рынках. На рынках реализуемая продукция рыба, молоко, мясо, овощи, фрукты, все под контролем лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые укомплетованы специалистами ветеринарными, и которые контролируют ежедневно и в течение рабочего дня продукцию, реализуемую на этих рынках. Надежда Георгиевна, ну вот мы сейчас услышали мнение симферопольцев, они говорят, что зачастую это очень удобно, когда вот рядом под боком, возле дома находится такой небольшой рынок, и там дешевле. Вот где-то я согласна. Да, купить, например, рыбу или молоко я бы не согласилась. Там эта продукция, она требует определенных условий. А вот петрушку, фрукты или еще что-то, почему бы и нет? Вы знаете, хочу подчеркнуть, что на таких стихийных рынках продукция реализуется совсем не дешевле, чем на рынках организованных. Там такая же цена, а порою даже и выше той продукции, которая не прошла ни ветеринарно-санитарную экспертизу, которая не имеет никаких документов, подтверждающих качество безопасности этой продукции. Но зато удобно. Ну, понимаете, вот в этом и менталитет наших горожан, что удобно и не задумывается о том, какую угрозу может нести эта продукция. Я хочу подчеркнуть, что мясо, оно, если не подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе, то несет в себе угрозу распространения инфекционных, паразитарных заболеваний. Например, свинина, она может перенести такое опасное для человека паразитарное заболевание, как трехинолез, если не контролировать в ветеринарной службе реализацию этой продукции. Но я уже не говорю о тех токсикоинфекциях, которые вызывают кишечные микрофлоры, сальмонеллез. То есть это очень-очень опасно покупать там? Молоко, молочная продукция, они переносят бруцеллез, туберкулез, лейкоз, могут перенести, я уж не говорю об этих кишечных инфекциях, понимаете, если оно не контролируется в ветеринарной службе. Это очень опасно. Мы не задумываемся, бежим все с работы, всем нужно вечером какой-то приготовить ужин. И, конечно, удобно, что оно прямо вот с улицы, с тротуара, с земли, без всяких санитарных условий реализуется. Я уже не говорю о реализации, о соблюдении температурного режима при реализации мяса и молочной продукции. Извините, перебью вас, у нас, к сожалению, закончилось время, мне режиссер уже кричит в ухо. Мы все благодарим вас за интересный рассказ. Я напомню, что у нас в гостях Бойко Надежда Георгиевна, главный государственный ветеринарный инспектор города Симферополя. Большое спасибо вам, действительно, очень ценная история. Я думаю, что крымчане сделают выводы. И прислушаются все-таки к словам специалисты, они будут покупать на этих стихийных интернах. Ну что же, а мы идем дальше. Дальше по программе у нас Крым онлайн. Самые актуальные новости интернета крымского сегмента. Прямо сейчас. И вновь дорожные приключения. Нередко лучше будет пропустить нарушителя, чем остаться правым, но в кювете. Так же поступил и автор ролика. Комментаторы пишут, дай дорогу дураку. И правильно, безопасность превыше всего. Авария на проспекте Вернацкого. Неудивительно, в учебное время возле университета образуются настоящие пробки. Совершить маневр в таком трафике очень сложно, а порой и невозможно вовсе. Попытка рискнуть обернулась для героев видео столкновением. Еще одна авария. На этот раз Евпатория. И снова перекресток. Само ДТП на видео не попало, но, судя по кадрам, столкновение было сильным. Будьте внимательнее на сложных участках дороги и соблюдайте правила дорожного движения. Это может не только спасти ваш автомобиль, но и сохранить вам жизнь. Поспешишь, людей насмешишь. Двигаясь в плотном потоке, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. На видео водитель не смог затормозить вовремя и протаранил впереди стоящий автомобиль. Удар был такой силой, что легковушка сдвинулась с места на пару метров. Никто не хочет стоять в очереди. Но на дороге главное быть взаимовежливыми. Водитель малогабаритного автомобиля не утерпел и влез вперед, подрезав автора видео. «Надеюсь, тебе стыдно», – комментирует пострадавший. Ситуация, конечно, не критическая, но все равно неприятна. Трассу Ялта-Севастополь завалило камнями. Напомним, подобная ситуация уже случалась в 2018 году. В этот раз масштабы не такие серьезные. Надеемся, что сейчас уже трасса расчищена. А сейчас наша традиционная рубрика о доброте. Лора. Лора больше всего на свете любит гулять. Хотя, когда она попала в руки волонтеров, у нее была травма. Но она встала на лапы. И она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом. Лора стерилизована и привита. Звоните Екатерине. Плюс 7978-713-22-47. Ну что же, собака Лора добрая и прекрасная. Но я знаю еще одно существо человека, который отличается великой добротой, душевностью и человеколюбием. Это наш корреспондент Алиса. Она сейчас находится прямо с нами на связи. Алиса, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, дорогие коллеги, дорогие друзья, тоже вам доброе утро. У меня для вас хорошие новости, потому что сейчас только начало рабочего дня, а уже температура воздуха достаточно теплая. Потому что ощущается как ноль градусов. Но мне кажется, что на самом деле на улице гораздо теплее. Днем температура воздуха поднимется до 7 градусов, а вечером она будет составлять 3 градуса. Что есть из хороших новостей? О том, что ветер у нас южный, влажный. И поэтому, естественно, в некоторых областях Симферополя будет туман. Поэтому, дорогие водители, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. Я специально выбрала такое место, чтобы показать, что немножко есть такая дымка. Воздух настолько влажный и мягкий, что создается ощущение, что можно трогать его руками. На самом деле, есть и плохая новость, потому что совсем скоро, а это будут наши выходные, будет температура воздуха опускаться. И она будет даже ночью составлять до минус 7 градусов. Это все во всем виноват ветер из Арктики. Но это похолодание будет во всей европейской части России. И будем надеяться, что скоро это закончится, потому что уже не за горами март. И будем ждать, что погода будет хорошей. Кстати, по приметам говорят о том, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. Ну что же, мы будем ждать о том, что март будет самым теплым и прекрасным. Ну, кроме первого марта, потому что тогда выпадет снег. Но об этом мы расскажем немножко позже. А пока я передаю слово вам, коллеги. Спасибо, Алиса. Ну вот мне хотелось бы добавить, что все-таки конец зимы прогнозируют будет достаточно теплым и мягким на большей части территории нашей страны. Но в Москве сегодня ожидается снегопад. И даже понижение температуры до минус 10 градусов днем, а ночью вообще до минус 18. Холодно. Ну, надеюсь, что такие морозы в Крым не придут никогда. Уже, по крайней мере, в этом году. Да и лучше, чтобы в следующем году тоже не приходили. Чтобы в Крыму всегда было тепло. И это очень важная информация для всех тех, кто занимается садом. Дело все в том, что если вы собираетесь заниматься обрезкой растений, то это нужно сделать прямо сейчас, пока еще не началось сокодвижение. И этим занимаются коммунальные службы Симферополя. Надо отметить, что глава администрации Симферополя Наталья Маленко дала распоряжение обследовать все зеленые насаждения, которые находятся на въезде в наш славный город Симферополь. А есть что там исследовать. Дело в том, что мы знаем, что, в частности, по направлению в Ялту находятся наши симферопольские дендрарии, огромные насаждения сосны крымской. Они, к сожалению, давно не подвергались ревизии. И вот теперь их исследуют. И в случае, если будет необходимо кронирование или какие-то другие уходные процедуры, они будут совершены. По-моему, это просто прекрасно. Саша, ну ты знаешь, я мало что из этого поняла. Скажи, пожалуйста, с деревьями все будет хорошо в ближайшее время? Абсолютно так. Дело в том, что старые плохие и больные деревья, которые мешают расти молодым, будут удалены. Сорные породы будут тоже уничтожены. Останутся красивые, здоровые деревья. Их оздоровят. И это, конечно, составит славу нашей крымской столице. Ну и Симферополь, стоит отметить, это действительно очень зеленый город. Если, например, прокатиться на чертовом колесе, который находится в парке Гагарина, то можно это увидеть. То есть в этом можно убедиться лично. Что я и советую сделать, но правда, когда будет все-таки более тепло. А еще, когда вы подниметесь на колесе вверх, непременно посмотрите по сторонам. Быть может, там на горизонте вы сможете увидеть какие-то признаки, которые расскажут о погоде грядущего дня. Ну а если вы этого не собираетесь делать, то следующий наш сюжет как раз для вас – погода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Саша, вот я недавно побывала в лаборатории, где изучают ДНК человека. Ты знаешь, что такое ДНК? Ну я знаю, где окси-рибонуклеиновая кислота. Еще есть РНК. Да, все это верно. Но это совсем другое. Ну вот я побывала в той лаборатории и узнала, что, оказывается, к сожалению, у нас именно на территории Крыма сам анализ этот не делают, отправляют в Москву. Но он очень простой, достаточно слюны и других биоматериалов, о которых я тоже расскажу в следующем сюжете. Но также я узнала, что можно узнать и твоих предков, например, не какой они были профессией, а какой они были национальности. Как интересно. Это меня очень заинтересовало. Я прямо с нетерпением хочу посмотреть этот сюжет. Да, давайте посмотрим. Одинокая бабушка в один день обрела внучку. Да только вот умерший сын женщины имел диагноз бесплодие. Чтобы выяснить наличие родства между внучкой и бабушкой, пришлось делать ДНК-тест. Он-то и показал, единственное, что у них общего – это принадлежность к женскому полу. Подобная история могла бы лечь в основу фильма. Вот только она более чем реальна и произошла в Крыму. Генетический анализ сохранил бабушке квартиру. Сегодня ДНК-исследование все чаще помогает распутывать сложные семейные узы. Наиболее часто проводятся тесты, связанные с установлением отцовства или материнства. Это самая востребованная группа тестов, поскольку это понятно, это доступно для понимания, ну и это очень часто интересует людей. Популярность генетических исследований, подогретая ток-шоу и статьями в интернете, растет и в Крыму. Только в судебную медэкспертизу обращается в среднем 4 семьи в месяц. Сдать биоматериал не составляет труда. Расплюнуть в буквальном смысле. Для того, чтобы взять биоматериал, достаточно ушной палочкой провести во рту. Там собирается эпителий и немного слюны. И помещается вот такую пробирку, которая называется Эппендорф. И уже отсюда будут брать биоматериал для дальнейших исследований. На самом деле для ДНК-теста подойдут любые биоматериалы. Кровь, ногти, волосы, зубная щетка или окурок, на которых остались остатки слюны. В настоящее время даже возможно определение генетического профиля по жиропотовому отпечатку пальца. То есть просто достаточно потрогать что-то пальчиком. Мизерное количество биоматериала не пугает ученых. И для этого у них есть вот такой аппарат. Своего рода ксерокс для ДНК. Благодаря ему специалисты могут не брать у человека литры крови или слюны. А вот с волосами сложнее. Просто отрезать не получится. Надо выдернуть. Если волос вырвать, то на его конце будет фолликула, волосяная луковица. И вот те волосы, которые содержат фолликулу, вполне могут использоваться для того, чтобы устанавливать отцовство. Сегодня ДНК-тест дает самые точные результаты. Причем такие исследования можно проводить спустя десятки лет. Благодаря генетическому анализу удалось выяснить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат семье последнего российского императора Николая II, расстрелянного в 1918 году. А еще с помощью ДНК-теста можно заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Например, узнавать о предрасположенности к болезням и выявлять на стадии беременности отклонения у ребенка. Салия Салямова, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Вот такую информацию я добыла. Прекрасный сюжет. Очень интересно. Как здорово, что технологии так активно движутся вперед и не останавливаются. И совсем скоро мы уже, можно сказать, ступим одной ногой в полноценное будущее. Какие-то сверхтехнологии. Но не стоит на месте не только наука, но еще и день. Солнце тоже движется. И буквально недавно была абсолютная тьма на улице. Посмотри, какая мгла. А сейчас уже почти светло. И скоро наверняка будет солнечно. Давайте обратимся на наш экран и увидим, что же происходит на одной из площадей Симферополя. Угадай, где это, Салия? Мне кажется, это ГРЭС. Я правильно понимаю, что это именно то место? Абсолютно верно. Действительно, остановка ГРЭС. Да. Видно, сколько транспорта ездит. Как активно горожане, живущие на периферии Симферополя, стремятся в центр, на работу. И как раз сейчас то самое время, когда это необходимо делать, чтобы вовремя попасть на работу. Ну, я вижу такую дымку, и складывается ощущение, что все-таки на улице туман присутствует. Абсолютно верно. Но если ты присмотришься еще внимательнее, то увидишь, что где-то прямо в районе твоей головы виден рассвет, прекрасным розовым заревом разлитый. И это дает надежду, что день будет солнечный. Давайте посмотрим другие достопримечательности наших городов. Вот сейчас мое любимое место в городе. Сейчас, сейчас. Я уже увидела подсказку. И, конечно, можно легко догадаться, что это Екатерининский сад тоже города Симферополь. Пожалуй, сейчас это самый красивый, самый ухоженный, я бы сказал, даже уголок цивилизации в нашем не самом, пока не самом ухоженном городе. У нас все впереди, как мы знаем. Но обратите внимание, как много машин. Вот заторы есть. Конечно, о пробках говорить, наверное, еще рано. Еще рано, мы во втором части об этом поговорим. Да, да. Ну, хорошо видно, зато, насколько люди спешат, насколько люди стремятся на работу, чтобы активно провести этот день. Давайте посмотрим другие прелести нашего солнечного полуострова. Секунду, я включаю еще очередной, и мы видим. Так, ну это, конечно же, Севастополь, его невозможно не узнать. Сейчас мы покажем. Вот, вы можете увидеть. Но в Севастополе погода, по-моему, лучше, чем в Симферополе. Посмотри, как блестит гладь Черного моря, как Ахтиярской бухты. Там намного светлее, и нет тумана. И, кстати, можно обратить внимание, что стоит сцена, либо там ожидается какое-то мероприятие, либо уже прошло. Смотри, как красиво облака подсвечены золотом. Разлито золото. Взлетают, даже можно заметить это, да. Да, в Севастополе всегда прекрасная погода. Давайте посмотрим еще на Симферополь. Я предлагаю сейчас погрузиться. Ну, пока что, да. Тут есть небольшие технические... Помнишь, как... Потому что это все онлайн-камеры, которые установлены на улице города, и поэтому, конечно же, могут быть какие-то технические заминки, но, тем не менее, информация... Шорты превращаются, шорты превращаются. Извините, небольшая техническая заминка. А вот уже мы видим город Симферополь, тоже он, и площадь Ленина. И также мы видим небольшое количество людей, которые... И туман в дымке-невидимке, в виденый месяц вешний. Прекрасно все-таки, что есть такие веб-камеры, которые рассказывают и показывают нам то, что происходит прямо сейчас. Казалось бы, совсем рядом, но все-таки отдаленно от нас. И мы видим прекрасный Симферополь. Действительно здорово. Да, и, кстати, только что я увидела там коммунальную службу, убирали мусор. То есть работы в этом плане ведутся, и наш город становится все чище. Действительно, становится чище. И важно отметить, что многие крымчане приходят в ярость, когда видят горы мусора, кучи окурков, которые оставляют за собой, кстати, сами же симферопольцы в частности. Но, кстати, у тебя есть какие-то рекомендации, как спускать пар? Спускать пар? Не знаю, я обычно человек настолько спокойный. Да? У меня, видимо, все это реализуется в каких-то... Ну, тебе очень повезло. У меня есть два хороших совета, которые я бы хотела сейчас озвучить, что для того, чтобы, так сказать, спустить пар, нужно потанцевать. Это помогает и мужчинам, и женщинам, на самом деле, потому что выделяется адреналин, а вместе с ним и гормон части эндорфин. Это правда очень помогает. Какой-то танец любимый, гавод или сарабанда? Да, просто включить какую-то музыку и просто ритмично подвигаться. Не важно, какой танец, вот правда, совершенно не важно. Даже если вы не умеете танцевать, попробуйте. И второй способ – это улыбаться своему отражению в зеркале минуту. На самом деле кажется, что это легко, но это очень сложно, потому что сначала тебя посещают мысли, все ли с тобой в порядке. Ну, а во-вторых, мышцы и щек, они у нас не натренированы, и поэтому минуту просто даже больно проулыбаться. Но психологи говорят, это очень хорошее, имеет эффект, и поднимает настроение, самооценку, и ни о какой ярости можно не говорить. А морщины не возникают от длительного задержания улыбки на лице? Ну, я думаю, что морщины не страшно. Сейчас косметологи придумали много других способов, как можно побороться и с этой проблемой. Хорошо, я при случае проконсультируюсь. Ну что же, я предлагаю перейти от наших с тобой диспутов и рассказов к более материальной теме. Я имею в виду сюжет. Следующий сюжет имеет такое образное название – «Комната ярости». О чем же он, я предлагаю узнать зрителям прямо сейчас. В жизни каждого человека есть много факторов, из-за которых он может впасть в состояние стресса. И далеко не каждый может справиться со своими эмоциями в таком настроении. Авиадиспетчеры, педагоги, журналисты, таксисты – список неспокойных профессий можно продолжать бесконечно. Стресс стал неотъемлемой частью жизни современного человека. От переживаний страдают даже мамы в декрете. Что уж говорить о менеджерах высшего звена. «Стресс – это процентов 60-70 времени, которым я нахожусь в рабочее время. А в сложившейся сегодняшней ситуации рабочее время – это 24 на 7». Как же быть? Работать надо, но и здоровье терять не хочется. В таком случае выходом может стать «Комната гнева», рассказывает Олег Подшивалов. Люди по-разному воспринимают эту комнату. Для кого-то она носит исключительно развлекательный характер, для кого-то – это действительно психологическая помощь. Тут можно разбить посуду, разломать телевизор, шкаф и даже разгромить все помещение. Это может быть офис или жилая комната. То, что вызывает самые сильные эмоции. В качестве орудия предлагают кувалду, кайло, биту, травматический пистолет. Человек сюда приходит в некотором смятении, он чем-то озадачен, или же он в принципе не понимает, чего это ждет. Выходят все с очень большим ощущением легкости. Потому что это не просто веселье, но и очень сильная эмоциональная разрядка. Психологи предлагают много способов, чтобы избавиться от отрицательных эмоций. Например, отправиться на природу, найти новое увлечение, пойти в спортзал и многое другое. Но не всегда есть такая возможность. В антистрессовой комнате выпустить пар можно быстро и эффективно. Есть люди, которые не показывают свой стресс, проживая его глубоко внутри. И в конце концов эти непрожитые эмоции начинают, ну, говоря простым языком, перегнивать. И перегнивают они в болезни. И подобные комнаты позволяют человеку не просто сбросить этот стресс, но и иногда сохранить семью. При большом желании можно разбить автомобиль или сжечь обременительное прошлое в виде манекена. И сделать это можно абсолютно безопасно для здоровья. Здесь дадут всю необходимую экипировку. Для того, чтобы избавиться от отрицательных эмоций, можно написать то, что вас беспокоит, на тарелке и потом разбить ее. Не стоит стесняться просить о помощи. Если не получается, самостоятельно справиться с депрессией. Иногда нужно просто с кем-то поговорить. Психолог, друг, коллега или кто-то из близких, неважно. Главное не замыкаться в себе. Наталья Акачалова, Алексей Семенов. Утро нового дня. Доброе утро, крымчане. С вами Утро нового дня. И я, Александр Ткачев, и Салия Салямова. Да, и мы вам желаем самого доброго утра, легкого пробуждения. Но хорошее настроение мы, конечно же, обеспечим. Мы работаем в прямом эфире, сразу на двух каналах «Первый Крымский» и «Крым-24». И призваны рассказывать вам самые актуальные и самые интересные новости сегодняшних реалий нашего солнечного прекрасного полуострова. Чем я, кстати, займусь прямо сейчас, потому что у меня уже есть для вас важная информация. Это новостная картина сегодняшнего дня, вернее, за последние 24 часа. Ее подготовили мои коллеги-корреспонденты. И вот давайте прямо сейчас именно к новостям и перейдем. Тайны земли, оружие, монеты, детали одежды. В Севастополе археологи находят десятки редких предметов времен Крымской войны. Раскопки четвертого бастиона идут впервые в рамках масштабной реконструкции исторического бульвара. Посетила экспедицию и прикоснулась к артефактам наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. В экспедицию на раскопки исторического бульвара приехали больше ста специалистов с разных уголков страны. Среди них Татьяна Чукина из Сибири. На укреплениях Первой обороны Севастополя она работает впервые. Эхо войны здесь чувствуют часто. Сложнее всего, когда находишь мину Второй мировой войны, либо Первой. То есть процесс сразу замедляется. Специалисты уже обнаружили блиндажи, пороховые погреба, островы домов 18-19 веков. По всему рву расположены входы в контрминные галереи. Они использовались как укрытие во время Великой Отечественной войны. Археологами открыто и 8 оружейных двориков. Здесь были пушки, с которых наносили удар противнику. При находке предмета археологи стремятся с точностью определить, к какому периоду он относится. В этом им помогает и сама земля. Этот грунт, например, 20 века до Великой Отечественной войны. Этот был накоплен, образовался, сформировался в период между Крымской войной и Великой Отечественной. Весь остальное в процессе Крымской войны образован. За время работы обнаружили более 10 тысяч предметов. Монеты, металлические изделия, медальоны, пуговицы и другие личные вещи солдат. Среди самых интересных и редких находок часть ручной стеклянной гранаты. Во время взрыва она поражала своими элементами. В годы обороны Севастополя их было около тысячи единиц. Все находки отправляют в лабораторию. Они моются, очищаются. После того, как вещь очищена, ей присваивается каждая вещь, индивидуальный номер. А затем вещи попадают к нашим художникам. Предметы в реальном масштабе переносят на чертеж. Мы должны показать сечение, какие-то особенности предмета. Возможно, узоры, которые будут скрыты на фотографии. Дополнить рисунок можно комментариями. Прилагается и фотография. Затем специалисты создадут проекты реконструкции исторического бульвара. Перед нами поставлена задача, такая, как создать подробную 3D-модель всего того, что мы откроем. Это поможет нам для визуализации, поможет не только нам, а тем людям, которые будут заниматься непосредственно реконструкцией. По инициативе Министерства культуры России здесь впервые проводят археологические раскопки. Специалисты обнаружили объекты, которые даже в плане Эдуарда Татлебина, военного инженера, под чьим руководством строился бастион, указаны неверно. Поэтому исторический бульвар после реконструкции приобретет новый облик. После завершения археологических работ здесь будет создана постоянно действующая сказиция под открытым небом. Это будет существенное пополнение нашей фондовой коллекции. Здесь благоустроят территорию, заменят инженерные коммуникации, отреставрируют памятники. Открыть экспозицию 4-го бастиона планируют до конца года. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. На полуостров за здоровьем в Крым приехали 250 детей из башкирского города Сибай. Там горит крупнейший в мире карьер. Напомним, во время недавнего визита в Дружественную Республику Сергей Аксенов предложил свою помощь региону, пострадавшему от экологического бедствия. Ребят приняли в здравнице Евпатории. Их ждет насыщенная программа. Первые впечатления юных гостей полуострова узнавал Дмитрий Попов. Наконец-то прибыли. Позади почти 3000 километров. И вот долгожданный Крым уже перед глазами ребят из башкирского Сибая. 250 учащихся младших и средних классов. Все добрались без проблем. Первым делом спешат выйти на свежий воздух. Фаниль Исангулов живет возле карьера. У нас воздух как бы очень тяжелый. Пахнет всегда гарью. Разница ощущается уже в аэропорту. В городе Сибай горит один из самых больших карьеров в мире. Добыча в нем продолжается. Выбросы серы отравляют воду и воздух. Эти отвалы и этот карьер в комплексе создают это химическое облако, которое потом распространяется. В Крыму дети чувствуют себя в безопасности. Их уже предупредили. Скучать санаторий не придется. Будет оздоровительная программа, бассейн, медицинские процедуры тем, кому они показаны по здоровью. Кроме того, будет образовательная программа, потому что дети будут заниматься в различных кружках. На парковке ребят ждет колонна автобусов. Самое время грузить сумки. Вещей набрали немало, ведь на полуострове они проведут полмесяца. Соблюдаем тишину и порядок. Мы в гостях. Пожалуйста. Детей выбирали по принципу необходимости в оздоровлении. Оздоровление со стороны верхних дыхательных путей прежде всего. Этим занималась башкирская сторона. Насколько мне известно, подход был очень жесткий и серьезный в этом смысле. Для школьников это путешествие в неизведанное. Многие тут впервые. Милена переживает за родителей. Пообещала созваниваться с ними каждый день. Вспоминает, что перед вылетом ей сказала мама. Что в переводе с башкирского означает «счастливые дороги». Дети выезжают в Епатерийский санаторий. Крымские пейзажи их впечатляют. Ведь в Башкортостане сейчас сугробы по колено. Рената впервые увидела море. Я обратила внимание на море, потому что оно половина зеленая, а половина темная. Самый волнительный этап – заселение. Жить гости будут в нескольких корпусах. Вот списки номера, это второй этаж. Стоят девочки горничные. Подойдете, они вам помогут. Вот в таких условиях будут отдыхать дети из Сибая. Все по стандарту. Сам узел, шкаф для вещей. В каждой из комнат будут находиться по два человека. Есть холодильник и телевизор. Так что выпуск сегодняшних новостей они точно не пропустят. Расстояние до моря 500 метров. Это примерно столько же, сколько от их домов до горящего карьера. Тем, кто остался в Сибае, на улицу без причины выходить не рекомендуют. Уроки не сокращенные, но обязательное питание у нас в школе в рацион включили молоко. Отменили занятия на улице физической культуры. То есть у нас по программе на данный момент идет лыжная подготовка. Дети понимают, насколько им повезло. Поспешно разбирают вещи. Я взяла брюки, спортивку, купальник, полотенце. В Евпатории дети проведут две недели. После этого им на смену прилетят поправлять здоровье еще 250, но уже старшеклассников из Сибае. Дмитрий Попов, Игорь Пенищук. Новости 24. Это была вся информация выпуска. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. У нас еще много интересных новостей. В частности, одна из них касается славного города Феодосии, который переводится как «Богом данный». Дело все в том, что главная жемчужина Феодосии – это музей Айвазовского. И он подлежит капитальному ремонту уже в этом году. Об этом заявила его директор Татьяна Гайдук. Будет отреставрировано само здание, будет рассматриваться возможность построения фонда хранилища, которое так необходимо музею. Ты знаешь, я была в детстве, в далеком детстве в этой галерее и безумно влюбилась тогда в Мариниста Ивана Константиновича, в его работы вернее. А потом мне удалось побывать только уже в достаточно взрослом возрасте. И, конечно же, больше всего меня расстроило это состояние самого здания. Картины, они всегда прекрасны, это всегда шедевр. А вот состояние здания нуждается в ремонте, и это, я считаю, замечательная новость. Но также я знаю, что там проводят и концерты классической музыки. Кстати, на одном из них я была. Я думаю, что ты, как человек с тонким музыкальным слухом, тоже бы впечатлился таким концертом. Не знаю, я музыку ненавижу с детства, как известно. А вот что касается галереи Вайзовского, действительно, это одна из жемчужин Крыма, это наша гордость, и ее должен посетить каждый. Непременно каждый крымчанин и гость нашего солнечного полуострова. Но о том, куда можно сходить, что еще можно посетить прямо сегодня, мы узнаем из афиши прямо сейчас. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького премьера спектакль «Васса Железнова». По словам самого автора пьесы, Максима Горького – это лучшее из всего, что он написал. Режиссер-постановщик поставил спектакль о крахе некогда преуспевавшей благополучной семьи Храповых-Железновых. Наследница родового капитала «Васса» изо всех сил пытается сохранить семью, которая гибнет на ее глазах. Тяжеленный ввоз семейных неурядиц – это русская женщина 15 лет тянет в одиночку. Начало премьеры в 19.00. На камерной сцене театра имени Горького пройдет спектакль «Вечная любовь» или «Ночлег дикобразов». Москвичка Вера и Одессит Костя встретились в 1975 году в Ялте. Так началась история любви длиною в жизнь. Героев разделяют сначала города, а потом и страны. Однако они все равно рядом, хотя и не вместе. Начало в 19.00. Продолжительность спектакля 2 часа 15 минут. В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского на основной сцене зрители увидят небесный тихоход. События этой музыкальной комедии разбиваются в боевом авиационном полку. Летчики громят отступающих фашистов. Спектакль насыщен воодушевляющими музыкальными номерами. Впереди победа. Патриотизм и романтические чувства буквально пронизывают эту ностальгическую комедию. Начало спектакля 18.30. Продолжительность 2 часа 15 минут. В кинотеатрах в этот день Алита – боевой ангел. В далеком будущем на свалке апокалиптического железного города останки женщины-киборга находит милосердный доктор Ида и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. Все ново для девушки в этом мире. Каждый опыт первый. Пока научится жить на коварных улицах железного города, доктор пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Девушка хочет узнать правду о своем происхождении и отправляется в путешествие, которое навлечет на нее всю несправедливость порочного мира. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Тебя впечатляет сумма в размере 400 миллионов? Ну, конечно же, надо знать, о чем идет речь, но так меня, конечно, впечатляет. Если бы мне кто-то предложил, я бы не отказалась. Ну, еще бы. Дело в том, что именно столько выделит государство для того, чтобы улучшить воду для крымчан. У нас есть некоторая проблема, связанная с изношенностью очистных сооружений. То есть имеется в виду именно для питьевой воды. То есть мы знаем, что существуют специальные фильтры, которые очищают воду из водохранилища. Это песок, потом идут угольные присадки и прочее, прочее. Потом вода хлорируется или дезодорируется. Ну и, в общем, 400 миллионов, на самом деле, для такого мероприятия совсем немного. Я бы хотел рассказать о других средствах, которые очень важны для всех крымчан. Это, в частности, касается углеводородов и цены на топливо. Потому что, в любом случае, какая бы ни была вода, без топлива мы тоже и не туды, и не сюды. Итак, цена на углеводороды. Газ сегодня равняется 28 рублям 19 копейкам. Дизельное топливо 51 рубль 27 копеек. 92-й бензин 47 рублей и 17 копеек. 95-й 50 рублей 25 копеек. И самый дорогой, конечно же, 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Таковы цены на углеводороды. Давайте перейдем немножко к валютам. Валюты тоже очень важны, потому что мы знаем, что большинство товаров и услуг привязаны именно к ним. По крайней мере, пока. На сегодня доллар равняется 66 рублям 20 копейкам, а евро 74 рублям 81 копейки. И обе валюты иностранные за последние сутки сдали свои позиции порядка 10 копеек. Потеряли они за прошедшие 24 часа. Такова информация, связанная с валютными рынками, которую предоставил Центробанк. Да, но, конечно же, замечаем колебания курса валют. Они колебляются, слава богу, пока незначительно. И будем надеяться, что ежедневно они будут падать, и тем самым укреплять наш прекрасный, самый красивый и самый твердый на свете рубль. Саша, ну вот я еще хотела отметить, что сегодня отмечается День доброты. Я просто не могла об этом не сказать, и раз у меня есть такая возможность, то хочу и всех крымчан поздравить с этим замечательным праздником. Давайте больше проявлять доброты по отношению друг к другу. Ну, а также сегодня День родного языка. И ты знаешь, оказывается, в мире существует 6 тысяч языков, которые вот-вот исчезнут. И у нас в Крыму проживают караимы и крымчаки, вот они как раз-таки и относятся к таким народам, потому что их где-то не более 200 человек живет, представляешь, в нашем регионе. И, конечно же, осталось буквально несколько человек, которые в совершенстве владеют языками, и им уже очень много лет. Я слышал об этом, но, честно говоря, никогда лично не сталкивался с этими языками, к сожалению. Но я думаю, что это непременно следует сделать, как краеведу, как человеку, который неравнодушен к истории родного края. Да, но вот мне еще хотелось бы отметить, раз мы уже сегодня говорим о родном языке, что в интернете очень часто можно найти много информации. Но то, каким языком она излагается, если честно, просто пугает. Пугает. Поэтому берегите родной язык. И если вам не хочется лишний раз лазить в интернете, все-таки не зря его называют большой всемирной помойкой, вы можете посмотреть нашу рубрику «Крым онлайн». В ней мы рассказываем о том, что произошло в Крыму и о чем бурлят соцсети, именно крымские, привязанные к Крыму. Интернет крымского сегмента. Давайте прямо сейчас перейдем к Крым онлайну. И вновь дорожные приключения. Нередко лучше будет пропустить нарушителя, чем остаться правым, но в кювете. Так же поступил и автор ролика. Комментаторы пишут «Дай дорогу дураку». И правильно, безопасность превыше всего. Авария на проспекте Вернадского. Неудивительно. В учебное время возле университета образуются настоящие пробки. Совершить маневр в таком трафике очень сложно, а порой и невозможно вовсе. Попытка рискнуть обернулась для героев видео столкновением. Еще одна авария. На этот раз Евпатория. И снова перекресток. Само ДТП на видео не попало, но, судя по кадрам, столкновение было сильным. Будьте внимательнее на сложных участках дороги и соблюдайте правила дорожного движения. Это может не только спасти ваш автомобиль, но и сохранить вам жизнь. Поспешишь, людей насмешишь. Двигаясь в плотном потоке, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. На видео водитель не смог затормозить вовремя и протаранил впереди стоящий автомобиль. Удар был такой силой, что легковушка сдвинулась с места на пару метров. Никто не хочет стоять в очереди, но на дороге главное быть взаимовежливыми. Водитель малогабаритного автомобиля не утерпел и влез вперед, подрезав автора видео. «Надеюсь, тебе стыдно», – комментирует пострадавший. Ситуация, конечно, не критическая, но все равно неприятна. Трассу Ялту-Севастополь завалила камнями. Напомним, подобная ситуация уже случалась в 2018 году. В этот раз масштабы не такие серьезные. Надеемся, что сейчас уже трасса расчищена. Как непривычно слышать голос Артема без характерных вербальных аберраций. Тебе непривычно? Непривычно, но, тем не менее, мы не зря его вспомнили, потому что прямо сейчас с нами на связи есть корреспондент наша Алиса, которую Артем сравнивает с богиней Артемидой. Алиса, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в Гагаринском парке для того, чтобы рассказать вам хорошую новость. Потому что я возле памятника Вечного огня, который на некоторое время отключен сейчас, потому что проводятся профилактические работы для проверки газового оборудования, а также для того, чтобы обустроить и облагородить территорию. Вот, как мы видим, уже памятник покрасили. Совсем скоро будут обновлены все надписи на мемориалах во всем Симферополе. Уже приступили коммунатчики к уборке прилегающих территорий. Будут зеленые насаждения также обрабатываться в целях санитарных и эстетических. На площади Зеленина, например, уже подготавливают площадки для высадки однолетних растений. Но там мы с вами побываем позже. Сейчас мы в Гагаринском парке. По-прежнему, все-таки есть туман. Поэтому я еще раз предупреждаю о том, что водители, пожалуйста, будьте внимательны на дорогах. Но мне хочется еще раз напомнить, что сегодня температура воздуха поднимется до 7 градусов. И такое она будет еще и завтра. А похолодание начнется в воскресенье, к сожалению. Но будем искренне верить и надеяться, что это ненадолго. И, конечно же, раз мы уже заговорили о том, что в конце февраля приводятся в порядок памятники, например, вот Вечный Огонь и остальные территории, то 9 мая мы посвятим самому главному вопросу, это нашей памяти. И не будем обращать внимания на все вокруг, потому что все будет приведено в порядок. И будем искренне надеяться, что это пойдет на благо Симферополя. Коллеги. Спасибо, Алиса. Спасибо большое. Непременно так и будет. Слушать Алису всегда приятно. Ее речи словно нектар амброзии. Ну, говоря о деликатесах, конечно, я задам тебе вопрос. Любишь ли ты красную икру? А кто же ее не любит? Мне кажется, ее любят абсолютно все. Ну, есть люди, которые считают, что она вот невкусная, а черная вкуснее, например. Ну, я вот, признаюсь, черную даже не пробовал, а красную тоже очень люблю, конечно же. А кабачковая или баклажановая? Еще вкуснее. Ну, есть, если она только заморская. Но что касается этих вот деликатесов, то есть хорошая новость для россиян. Дело в том, что в этом году объявлено о том, что икры произведено невероятное количество, 25 тысяч тонн. И ввиду того, что есть некоторое перепроизводство, цены на нее будут снижены. Порядка 30%, 20-30% она потеряет в розничной торговле. Поэтому хоть Новый год не близко, но, быть может, с падением цен на красную икру можно будет побаловать себя не только в новогодние праздники этим деликатесом. То есть ты предлагаешь все-таки налегать на икру даже сейчас, несмотря на то, что нет каких-то праздников. Хотя почему нет? Приближается 23 февраля. Это как раз-таки хороший повод купить этот деликатес и порадовать им своего любимого человека. Я знаю, что еще может порадовать мужчин или не порадовать. Что именно? Это красивые женские ножки. Как писал Пушкин в Евгении Онегине, и стройной ножкой ножку бьет. Да, у нас как раз-таки сюжет о колготках. Конечно же, это такой женский атрибут одежды. Мужчинам не понять, что такое стрелка и как много она может причинить страданий женщине. Но давайте посмотрим все-таки наш сюжет. Наших женщин не сломить ни погодой, ни обстоятельствами. Носить мини-юбки некоторые модницы готовы даже зимой. Многие представительницы прекрасного пола считают их неотъемлемой частью своего гардероба. Постоянно рвущиеся тонкие капроновые колготки считаются актуальными даже в лютые морозы. Колготки – относительно новая деталь женского гардероба. Сто лет назад климат был не мягче, но женская половина человечества носила чулки. Мода 60-х на короткие юбки принесла с собой необходимость носить колготки. Их делают из хлопка и шерсти с добавлением синтетических материалов для придания эластичности. Считается, что эта часть дамского наряда придает ножкам утонченность и элегантность. Может, именно это и заставляет женщин надевать тонкие капроновые колготки в зимний период. А что же думают по этому поводу представители сильного пола? Девушка в тонких капроновых колготках – это, наверное, прежде всего любая девушка. Это все-таки мать, наверное. Естественно, я к этому отношусь очень резко критически, потому что каждая женщина должна думать не только о себе и своей красоте, но и еще о своем будущем. Я думаю, надо подумать о своем здоровье прежде всего. Хоть и красота требует жертв. Ради привлекательности, можно так сказать. Вас это привлекает? Нет. Эту тему бурно обсуждают и на просторах интернета. Женские онлайн-журналы, форумы завалены подобными диалогами. Девушки спорят о цвете, фасоне и качестве материала. Что касается меня, то я летом ношу колготки в мелкую сеточку. Большую сетку не люблю. Ну а зимой тоже постоянно в колготках, даже под брюками. Тепло и как-то уютно. Без колготок уже не могу ходить. Не то ощущение. Другого пользователя больше волнует плотность колготок. Ну, зимой в мороз в обычных капроновых колготках хожу, хотя и мало греют. Надо, наверное, на какие-нибудь потеплее переходить. Ответ на эти вопросы нам дал специалист. Конечно же, лучше выбирать колготочки более плотные в зимний период. Лучше всего подходят колготочки с микрофиброй. Они довольно мягкие, очень нежно прилегают к коже женской. И они, собственно говоря, хорошо согревают. Красота, конечно, стоит жертв, но и о здоровье забывать не нужно. Ведь можно запросто перехладиться и заболеть. Поэтому носите колготки с начесом из шерсти и диких лам. Пока капроновые не изобрели такие колготки с начесом, но вообще я хочу сказать, что это замечательное изобретение. И человеку, который их придумал, просто огромное спасибо от всего женского пола. Я добавлю от себя, я вспоминаю годы предвоенные. И тогда в моде были, американцы изобрели специальный спрей-баллончик, в котором был закачан полимер такого колготочного цвета. И женщины, чтобы не мучиться, а в то время, я напомню, очень важным было, чтобы колготки не было бесшовной технологии, и всегда по задней поверхности ноги шел шовчик. Назывался он стрелка. И всегда она должна была быть абсолютно ровной. Так вот, чтобы от этого избавиться, был, в частности, изобретен этот баллончик, который вот таким вот методом пульверизации расправлялся на ногу. И женщины забывали о проблемах. Потом просто смывали их вечерами. Ну, чего только не придумают женщины для того, чтобы всегда быть красивыми. И, конечно же, они готовы ради этого на все. И даже, вот как сказала одна из девушек в сюжете, несмотря на мороз и стужу, она будет носить колготки, потому что это красиво. Правильно. Красота спасет мир. Но еще спасет мир доброта. И сегодня день доброты. И следующий наш сюжет как раз о доброте. Давайте прямо сейчас к нему и перейдем. Лора. Лора больше всего на свете любит гулять. Хотя, когда она попала в руки волонтеров, у нее была травма. Но она встала на лапы. И она будет самой лучшей семейной собакой и верным другом. Лора стерилизована и привита. Звоните Екатерине. Плюс семь девять семь восемь. Семьсот тринадцать двадцать два сорок семь. Вот такая у нас вышла небольшая остановка, связанная с собакой. Да. Но это была небольшая остановка. А сейчас мы перейдем к большим остановкам. Дело в том, что остановочные павильоны в этом году появятся в Симферополе вдоль улиц Севастопольской и Киевской. Это будут не просто остановки, а так называемые умные. То есть там будут находиться специальные табло, которые будут показывать, сообщать с Симферопольцем о том, где находится сейчас необходимый транспорт, его путь движения. Можно будет отследить и почитать время, сколько необходимо будет прождать. Я хочу добавить от себя. В частности, такие умные остановки уже есть. Местами их качество, правда, вызывает сомнение, потому что там вот есть такие входы для подзарядки гаджетов. Кстати говоря, новое новшество на наших улицах. И как-то раз в Симферополь приезжал один мой знакомый, который является ведущим журналистом, который занимается именно дизайном и архитектурой окружающей среды. Так вот, он очень высоко оценил дизайн этих остановок, сказал, что они очень стильные, элегантные и являются украшением города. Я хочу сказать, что меня даже в каком-то смысле гордость взяла. Наконец-то и у нас в нашей южной провинции появилось что-то от большой культуры, от большого дизайна. Она стильная, но в то же время простоя. Это очень радует. Но я бы еще хотела добавить. Дело в том, что в Москве уже даже есть специальные приложения, которые закачиваются на телефон, и они как раз-таки тоже показывают перемещение автобусов и вообще необходимого общественного транспорта. И это очень удобно. То есть я думаю, что в скором времени мы также от умных остановок перейдем и к этим умным приложениям. Скажи, пожалуйста, ты об этих приложениях прочитала в интернете, наверное? Нет, я сама пользовалась ими, когда была в Москве. Да, я знаю, что это очень удобно. Абсолютно правильно поступила, потому что никогда не верьте интернету. Есть точка зрения, которая говорит, что вот, дескать, интернет не врет, врет и еще как. А чтобы не попасться на этот обман, нужно пропускать информацию через фильтры. Таким фильтром является наша редакция. Мы выдаем только проверенные и самые интересные новости. Давайте перейдем к новостям интернета от наших редакторов. В сети появилось видео из кабины самолета, который летел из Иктывкара в Москву. На записи видно, как красивый узор стремительно превращается в трещину. Боинг удалось удачно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Арзамасе грузовик с прицепом снес несколько легковых автомобилей. Водитель занимался мелким ремонтом своей машины, не установив соответствующих упоров. В какой-то момент фура тронулась с места и понеслась под уклон. Ветер в Каспийске сдул часть балкона. Припаркованное под домом машины разбило кирпичами. К счастью, никто не пострадал. Человек-собаки-друг. Суровый челябинский сотрудник ДПС помог хромой собаке перейти дорогу. В Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители в социальных сетях делятся снежными кадрами и говорят, что в будущем эта местность может стать зимним курортом. Снег выпадает там уже второй год подряд. Мир увидел суперлуния. Такой большой луны в этом году мы больше не увидим. Небесное тело будто стало больше и светило на треть ярче. За суперлунием следили во всех странах мира. Луна теперь главная героиня социальных сетей. И напоследок милое видео. Кот делает массаж лица своему другу собаке. Не забывайте, и вы заботитесь о своих близких. Всем хорошего дня. И оба животные рыжие, как просто обожженные солнцем. Саш, ну вот ты сказал, что интернету нельзя доверять. Отчасти я, конечно, с тобой согласна. Но не могу не сказать, что интернет в наше время очень удобно. Вот, например, в поликлинику к врачу можно теперь записаться через интернет. Именно через глобальную паутину. Я предлагаю по этому вопросу поговорить со специалистом. И у нас такой гость уже присутствует. Да. Мы сейчас расскажем об электронной записи в поликлиниках. Можно ли говорить о совершенстве этой программы. И как разгрузила врачей она от бумажной волокиты. На эти вопросы нам сегодня ответит Николай Николаевич Деркачев, заместитель министра здравоохранения Республики Крым. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. Николай Николаевич, ну вот я, если честно, против электронных вот этих очередей. Знаете почему? Потому что, когда ты болеешь, ты приходишь в поликлинику для того, чтобы в первую очередь поговорить с кем-то. Тебя встречают на регистратуре, говорят, где твой врач, тебя жалеют. А тут, когда электронной очереди, ты приходишь, и что тебя встречает? Бездушная машина. Вот как там? Ну, на самом деле, у нас несколько способов записаться, например, к врачу. Один классический, то есть можно, придя в регистратуру, просто записаться или в порядке живой очереди пройти в тот или иной кабинет врача. Второй способ – это, как вы сказали, бездушная машина. Это не бездушная машина, это наш инфомат. У нас таких 24 сейчас по нашим медорганизациям находятся. То есть, ну, они сейчас во всех современных банках находятся, во всех заведениях, где есть какие-то очереди, да, то есть МФЦ и так далее. Также у нас находятся инфоматы, то есть человек, подойдя к инфомату, может выбрать врача, выбрать, скажем так, по ситуации, куда ему записаться, в какое учреждение, в это же, либо в другое, соответственно, и получить запись напрямую к врачу. Николай Николаевич, ну вот вы знаете, мы сегодня связывали с нашим корреспондентом, с нашей ведущей, радиоведущей, Эмилией Люлькун, и она сказала, что вчера пыталась записаться по электронной очереди, но не получилось у нее. Ну, здесь надо разбираться, смотреть, потому что вот как раз третий способ записи – это именно через интернет, это либо через портал к врачу.ру, называется, да, у нас, либо через портал федеральных госуслуг. То есть также есть ссылка на запись к врачу в регионе, на наш регион, и, соответственно, в 52 медицинских учреждения наши, это все наши поликлинические учреждения, которые имеются у нас на территории Республики Крым, можно записаться. К врачам пяти специальностей основных. Это хирург, это терапевт, это семейный врач, педиатр и гинеколог. Там даже шесть специальностей, да, вот. Скажите, в России, насколько я знаю, эта система работает уже очень-очень давно. Как давно она начала притворяться в Крыму, и каковы перспективы в ближайшее время? Первые шаги мы начали делать в конце 2015 года, когда была как раз закуплена у нас основная аппаратура и введена в эксплуатацию система ЕМИСЗ, то есть Единая медицинская информационная система здравоохранения. Это, скажем так, наши первые шаги. Сейчас мы работаем уже в формате совместно с Минздравом Российской Федерации. У нас утвержден национальный проект «Цифровой контур», который подразумевает в течение пяти лет, с 2019 по 2024 год, развитие цифровизации, скажем так, здравоохранения в Республике Крым. Это довольно большой проект, 6 миллиардов финансирования всего на это время. Поэтому я думаю, что мы до этого времени доведем полностью до всех федеральных стандартов. И нашим гражданам будет удобно, комфортно и приятно записываться не только, скажем так, по старинке, но и уже более современными способами. Скажите, вот понятно, что гражданам, те, которые умеют пользоваться интернетом, будет удобнее. А для врачей удобна ли эта система? Ну, безусловно, удобно, потому что живая очередь, она подразумевает некоторую сумятицу, да? То есть там может кто-то прийти, начать ругаться и так далее. А если уже заранее очередь спланирована, если заранее люди записались, соответственно, заранее подгружаются карты, электронные карты пациентов, да? Можно, готовясь к приему, изучить уже какие-то карты, какие-то данные, то есть, скажем так, анамнез пациента. Это тоже облегчает работу врача. То есть уже, скажем, получив запись, можно заранее подготовить уже какую-то медицинскую документацию, соответственно, либо консультацию с нервного специалиста. Мы слышали ваше мнение, а теперь давайте послушаем мнение симферопольцев, что они думают по поводу этих инноваций. Очень хорошая вещь. Знаешь, когда у тебя очередь подходит, ты знаешь, когда записаться на прием к врачу, когда отпроситься, когда приехать. То есть это очень выгодно для человека в том плане, что он экономит свое время. Ну, вы знаете, там только терапевт, а если узкие специалисты, к ним не записаться по электронной записи. Во-первых, удобно. Пришел, взял талончик, если ты не по острой боли, допустим, на какой-то день, который тебе удобно. И ты уже приходишь, естественно, не ждешь. Я вот сейчас иду от врача, допустим, да? Я заранее за четыре дня записалась, у меня не была острая боль к стоматологу, да? Я вот пришла, очереди нет, меня приняли в мое время, я вышла спокойно, не сижу в этом душном коридоре, не общаюсь с больными людьми, которые кашляют и чихают. Честно говоря, вот у меня двое детей, я в основном, ну, хожу там по поликлиникам с ними, либо с супруга, электроны не записываюсь, в основном делается по звонку. Нет, не пользовался. Я военный человек, поэтому я пользуюсь военной медициной в госпитале. У нас там нету, а вот знаю, у меня товарищ, вот он гражданский пенсионер, говорит, на май месяц у него нога там, говорит, я записался. Соседка моя говорит, что там на две недели вперед, на месяц вперед, непонятно, на сколько вперед. Если сразу заболел и попасть к врачу, то это нереально. В учреждении вообще ничего не говорите, это же... Нет, я лучше пойду и удостоверю сам, электронной я не пользуюсь. Нет, вы знаете, я не пользовалась, но если как в других очередях электронной записи, это очень удобно. Очень приятно, надо писаться, сидеть дома и записаться, это здорово. Считаю, что это очень правильно, это экономит время, прежде всего, ну и очередь, которая образуется, в результате, если этой электронной очереди нет. Считаю, что это сейчас везде. Похоже, симферопольцы большей частью положительно оценивают инновацию. А скажите, пожалуйста, что такое вообще цифровизация документа оборота медицинского, что туда входит? Здесь многокомпонентная ситуация, то есть первое, это, конечно же, информатизация рабочего места врача, создание рабочего места, автоматизированного рабочего места с наличием компьютера, ну, принтера и так далее, да. Также некоторые рабочие места с возможностью подключения к телемедицинской консультации, то есть врач в отдаленном населенном пункте в медорганизации может при возникновении необходимости обратиться к специалистам, либо нашим республиканским, либо даже федеральным при необходимости, и, соответственно, по телемедицинскому оборудованию связаться, получить консультацию. Это значительно приближает, скажем так, высокоточные методы исследования, приближает высококлассных специалистов, как республиканских, так и федеральных, и пациенту, сокращает время на, скажем так, получение консультации, именно достоверной, правильной, качественной, и, соответственно, спасает жизнь человеку. Николай Николаевич, но я слышала, что еще и появились электронные карточки, и это тоже очень удобно, потому что теперь тоже не надо выходить из дома для того, чтобы посмотреть, просмотреть свою карточку и историю болезней. Как она выглядит, электронная карточка? Электронная карта, у нас есть программа ПРОМЕД, которая в наших всех медорганизациях подключена к рабочим вот этим местам автоматизированным. В ней имеется электронная медицинская карта пациента, соответственно, каждый специалист имеет свой уровень доступа к этой карте, и любой, скажем, врач, пока что это в пределах Республики Крым работает, в дальнейшем это планируется подключение на федеральный уровень, вот по нашему национальному проекту. То есть пока любой врач, если уже пациент обращался в медорганизацию где-то на территории Республики Крым, если на него заведена карта медицинская, может увидеть все манипуляции, которые производились, все обследования и, соответственно, анамнез заболевания, что значительно ускоряет, потому что пациент иногда, когда особенно он находится в тяжелом состоянии, может что-то забыть, что-то не сказать. Иногда в экстренном порядке люди поступают вообще в бессознательном состоянии, поэтому это очень важно. Николай Николаевич, но вот вообще реформирование системы здравоохранения решило две главные проблемы, это очереди и загрузка врачей, которые вот были вынуждены из бумажной волокиты больше отвлекаться на это. Эта проблема решается, и сейчас у нас внедрена такая программа, как новый стандарт поликлиники, у нас новый регламент записи к врачу, вот, и, соответственно, вот новый стандарт поликлиники, мы сделали перебывание пациента, ожидание врача более комфортным, то есть это комфортабельные, скажем так, диваны, это плазменные телевизоры с социальной рекламой, это кулеры с водой, то есть это в наших поликлиниках уже есть во многих, ну, в большинстве крупных поликлиник, особенно в городе, нет, это наши поликлиники государственные, конечно. Ну что, вообще кожаные диваны будут, Николай Николаевич? Ну, я не говорю про кожаные диваны, я говорю про комфортабельное размещение, конечно же, плазменный телевизор, который в основном это социальная реклама, то есть все, скажем так, необходимые знания, которые человек должен получить, обывательские знания, медицины, это все мы транслируем так, чтобы наши пациенты проводили время с пользой. В очереде, Николай Николаевич, люди же не будут просто вылезать из этих поликлиник. Ну, главное, чтобы от этого была польза людям, чтобы мы несли здоровье и несли добро, это самое главное, потому что довольно часто, ну, пациент приходит, как мы говорили, уже просто поговорить. Это самое главное, потому что человек больной, он прежде всего требует психологической помощи, и потом уже помощи медицинской, поэтому это тоже очень важный фактор. Николай Николаевич, и вот, в частности, моя соседка очень сильно взволновалась, когда узнала про эту вот новость. Она теперь думает, что теперь не получится записаться, как по старинке она это делала, или просто прийти в поликлинику. Успокойте, пожалуйста, наших зрительниц. Да, безусловно, то есть все старые способы записи к врачу, они остались, их несколько, как я уже говорил, и тот, кто не владеет интернет-технологиями, либо по какой-то причине не хочет записываться в новом формате, он также может прийти либо в телефонном режиме, позвонить в регистратуру и записаться, либо прийти лично и записаться на прием к врачу при необходимости выбрать там, скажем, врача и, соответственно, специальность. Все для удобства людей, главное не болеть. Просто мы пытаемся эту очередь немножко переформатировать, чтобы она быстрее шла, скажем, и чтобы мы наиболее оптимально могли оказать каждому человеку необходимую помощь. Николай Николаевич, мы благодарим вас за рассказ, мы по-прежнему желаем всем в первую очередь не болеть и пореже обращаться к врачам, я имею в виду по поводу, так-то всегда можно улыбнуться. Большое вам спасибо за рассказ, он очень пригодится всем крымчанам, потому что вопрос здравоохранения, он действительно очень актуален. У нас в гостях Деркач Николай Николаевич, заместитель министра здравоохранения Республики Крым. Большое вам спасибо. Ну, а о том, что медицина действительно развивается семимильными шагами, говорит наш следующий сюжет, я побывала в лаборатории ДНК. Как это все происходит, вы можете убедиться прямо сейчас. Одинокая бабушка в один день обрела внучку, да только вот умерший сын женщины имел диагноз бесплодие. Чтобы выяснить наличие родства между внучкой и бабушкой, пришлось делать ДНК-тест. Он-то и показал, единственное, что у них общего – это принадлежность к женскому полу. Подобная история могла бы лечь в основу фильма, вот только она более чем реальна и произошла в Крыму. Генетический анализ сохранил бабушке квартиру. Сегодня ДНК-исследование все чаще помогает распутывать сложные семейные узы. Наиболее часто проводятся тесты, связанные с установлением отцовства или материнства. Это самая востребованная группа тестов, поскольку это понятно, это доступно для понимания, ну и это очень часто интересует людей. Популярность генетических исследований, подогретая ток-шоу и статьями в интернете, растет и в Крыму. Только в судебную медэкспертизу обращается в среднем 4 семьи в месяц. Сдать биоматериал не составляет труда. Расплюнуть в буквальном смысле. Для того, чтобы взять биоматериал, достаточно ушной палочкой провести во рту. Там собирается эпителий и немного слюны. И помещается вот такую пробирку, которая называется Эппендорф. И уже отсюда будут брать биоматериал для дальнейших исследований. На самом деле для ДНК-теста подойдут любые биоматериалы. Кровь, ногти, волосы, зубная щетка или окурок, на которых остались остатки слюны. В настоящее время даже возможно определение генетического профиля по жиропотовому отпечатку пальца. То есть, вот просто достаточно потрогать что-то пальчиком. Мизерное количество биоматериала не пугает ученых. И для этого у них есть вот такой аппарат, своего рода ксерокс для ДНК. Благодаря ему специалисты могут не брать у человека литры крови или слюны. А вот с волосами сложнее. Просто отрезать не получится. Надо выдернуть. Если волос вырвать, то на его конце будет фолликула, волосяная луковица. И вот те волосы, которые содержат фолликулы, вполне могут использоваться для того, чтобы устанавливать отсутствие. Сегодня ДНК-тест дает самые точные результаты. Причем такие исследования можно проводить спустя десятки лет. Благодаря генетическому анализу удалось выяснить, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат семье последнего российского императора Николая II, расстрелянного в 1918 году. А еще с помощью ДНК-теста можно заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Например, узнавать о предрасположенности к болезням и выявлять на стадии беременности отклонения у ребенка. Салия Салямова, Рустам Файзулин. Утро нового дня. С помощью современных технологий можно, конечно, заглянуть в будущее, а можно и увидеть прямо настоящее происходящее прямо сейчас здесь. И для этого я беру свой планшет и иду к доске плазменной рассказывать вам о состояниях наших симферопольских и крымских дорог. Ведь, как известно, это одна из наших извечных проблем – дураки и дороги. Ну что ж, кажется, у нас с дорогами не то чтобы большие проблемы. В общем-то, ситуация уже вполне привычная. Давайте посмотрим на наш симферополь с высоты птичьего полета. Итак, площадь Советская. Мы видим небольшую пометку на ней. Это означает авария. Там действительно произошло какое-то небольшое ДТП. Но, тем не менее, как видим мы, на дорожную ситуацию это не сказалось. И мы видим, что в целом дороги вполне проходимы. Небольшой затор есть вверх по улице Ленина. Он идет вплоть до перекрестка с Пролетарской. Но там всегда пробки. Это уже давно привычно для каждого симферопольца. Мы видим вниз по улице Ленина тоже есть багровый цвет. Багровый цвет означает то, что, вот, собственно говоря, о чем я говорю, это то, что движение почти полностью остановлено. Потому что, известно, это один из перекрестков самых сложных в городе. И движение на нем затруднено. Давайте обратимся к другим улицам, центральным улицам города. Мы видим, что проспект Кирова, вот он прекрасно виден здесь, он почти свободен. Площадь имени Куйбышева. По направлению площади со стороны автовокзала движение затруднено. Мы видим багровый цвет, багровые реки, как меня просят часто говорить ассистенты. Багровые реки, да, действительно, движение остановлено вниз по улице Киевской. Но что касается проспекта Победы, то вверх, в сторону пригородов, движение абсолютно свободно. В сторону Кольца мы видим красный цвет, движение заторможено. Но, тем не менее, слабое оно есть. Улица Киевская по отношению к мост Кольцу почти вся свободна. И движение не затруднено. Давайте посмотрим еще одну центральную, я бы сказал, Вену, Симферополя. Это улица Севастопольская. Севастопольская улица разбита на несколько сегментов разными цветами. Итак, мы видим, что на подъездах к проспекту Кирова есть красный цвет. Там всегда в точке слияния двух крупных улиц происходит заторможение движения. Но в целом движение по Севастопольской свободно. И это не может не радовать. Там. Но, ты знаешь, Саш, мне кажется, что проблему бы эту с пробками решили летающие машины. Летающие машины? В будущем они у нас появятся. Ну что, у нас уже есть беспилотные машины, автомобили. А может, потом будут и летающие. Кстати, действительно так, потому что анонсировали, что первые беспилотные машины, где не нужен водитель, они будут осуществлять маневрирование исключительно с помощью датчиков и умных программ. Так вот, они появятся на российских дорогах уже в 2019 году. А до 2021 года обещают запустить вполне свободное вхождение этого транспорта по улицам наших городов. И, по-моему, это очень интересно. И даже в Симферополе мы увидим такой транспорт. Но я бы хотела добавить, что сейчас проводится тестирование. И, к сожалению, не всегда оно заканчивается благополучно, потому что недавно такой беспилотный автомобиль сбил российского робота. Но робот сам нарушил движение, потому что он перебегал дорогу в неположенном месте. Но, как выяснилось, у него произошел какой-то сбой. В общем, такая запутанная история. Виноваты оба робота, потому что и беспилотный автомобиль – это тоже уже, можно сказать, робот. Ну что же, в тот день, когда будущее наступит, он непременно войдет в историю. И это будет яркая красная дата в нашем календаре. Но о том, чем еще характерен сегодняшний день в ретроспективе, мы узнаем из хронографа прямо сейчас. 21 февраля 1784 года по указу Екатерины II порт и крепость в Крыму на берегу Ахтьярской бухты получили название «Севастополь». Название города переводится с греческого «Августейший город» – «Город, достойный поклонения». Сегодня это незамерзающий морской, торговый и рыбный порт – главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. 21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. Здание возведено на Красной площади по проекту выдающегося архитектора Владимира Шервуда в псевдо-русском стиле. Фонд современного Государственного исторического музея – крупнейший в стране. Насчитывает более 5 миллионов единиц хранения и 14 миллионов листов документальных материалов. 21 февраля 1728 года родился император Петр III Федорович, внук Петра I – сын его дочери Анны. После недолгого царствования был свергнут в результате дворцового переворота, организованного его женой Екатериной II. Личность Петра III долгое время расценивалась историками единодушно-отрицательно, однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий ряд государственных заслуг императора. 21 февраля 1957 года родился Николай Расторгуев, советский и российский музыкант, певец, лидер группы «Любе». Народный артист Российской Федерации, член партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Совета Российской Федерации и Пятого Созыва. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. В рамках празднования этого дня в разных странах проходят различные мероприятия, содействующие лингвистическому разнообразию и многоязычию населения планеты Земля. Ну что же, о дне минувших я предлагаю обратиться к дню сегодняшнему. Что же происходит сейчас в нашем городе? Мы выпустили на улицу богиню Артемиду вместе с Ланью, так образно я называю нашего корреспондента, Алису. Алиса, здравствуйте! Потому что я думаю, что я приехала слишком рано. Я приехала в конце февраля, а не в марте. Но зато я нашла вдруг внезапно для себя вот такую надпись и поздравление. И только после этого момента, как я прочитала «Днем защитника Отечества», я поняла, что праздник послезавтра. Кстати, провели социальный опрос, и женщины в этом году, 93% женщин собираются подарить мужчинам подарки, что на 13% больше, чем в прошлом году. И что самое интересное, спросили у мужчин, что бы они хотели получить в подарок. Мужчины не растерялись и заявили, что это часы, гаджеты и, конечно же, автомобиль. Но женщины им на это в ответ заявили, что не собираются тратить в этот раз больше тысячи рублей. Поэтому, к сожалению, дорогие мужчины, вас ожидают, по всей видимости, средства гигиены, а также какие-нибудь предметы гардероба. Но, кстати, хочется отметить, что я отправилась сюда и добралась достаточно быстро. И несмотря на то, что Сашенька вас пугал, что там какие-то улицы красные, бордовые, и вены перекрыты, транспортное движение остановлено, на самом деле пробок практически нет. А самая длинная пробка, которая была, она была 290 га километра. И поэтому она была в Сан-Паулу в 2008 году. Поэтому я думаю, что мне даже как-то стыдно называть то, что происходит сейчас пробками. Я даже попытаюсь вам показать. Транспорт свободен. И, в принципе, движение не затруднено. Поэтому надеюсь, что вы доберетесь на работу вовремя. Ну а пока я передаю слово вам, коллеги. Спасибо, Алиса. Дело в том, что мой планшет не всегда говорит правду, в отличие от меня. Но еще бы хотелось добавить. Вот Алиса заговорила о подарках к 23 февраля. Я знаю, какие подарки могут вызвать ярость. У мужчин это, конечно же, дезодоранты и для бритья гелия. Но если у вас все-таки возникнет такая ярость, мы знаем, где ее можно спустить. Вернее, где гнев можно спустить. Наш следующий сюжет об этом. В жизни каждого человека есть много факторов, из-за которых он может впасть в состояние стресса. И далеко не каждый может справиться со своими эмоциями в таком настроении. Авиадиспетчеры, педагоги, журналисты, таксисты. Список неспокойных профессий можно продолжать бесконечно. Стресс стал неотъемлемой частью жизни современного человека. От переживаний страдают даже мамы в декрете. Что уж говорить о менеджерах высшего звена. Стресс – это процентов 60-70 времени, которым я нахожусь в рабочее время. А в сложившейся сегодняшней ситуации рабочее время – это 24 на 7. Как же быть? Работать надо, но и здоровье терять не хочется. В таком случае выходом может стать комната гнева, рассказывает Олег Подшивалов. Люди по-разному воспринимают эту комнату. Для кого-то она носит исключительно развлекательный характер, для кого-то это действительно психологическая помощь. Тут можно разбить посуду, разломать телевизор, шкаф и даже разгромить все помещение. Это может быть офис или жилая комната. То, что вызывает самые сильные эмоции. В качестве орудия предлагают кувалду, кайло, биту, травматический пистолет. Человек сюда приходит в некотором смятении, он чем-то озадачен, или же он в принципе не понимает, чего это ждет. Выходят все с очень большим ощущением легкости, потому что это не просто веселье, но и очень сильная эмоциональная разрядка. Психологи предлагают много способов, чтобы избавиться от отрицательных эмоций. Например, отправиться на природу, найти новое увлечение, пойти в спортзал и многое другое. Но не всегда есть такая возможность. В антистрессовой комнате выпустить пар можно быстро и эффективно. Есть люди, которые не показывают свой стресс, проживая его глубоко внутри. И в конце концов эти непрожитые эмоции начинают, ну, говоря простым языком, перегнивать. И перегнивают они в болезни. И подобные комнаты позволяют человеку не просто сбросить этот стресс, но и иногда сохранить семью. При большом желании можно разбить автомобиль или сжечь обременительное прошлое в виде манекена. И сделать это можно абсолютно безопасно для здоровья. Здесь дадут всю необходимую экипировку. Для того, чтобы избавиться от отрицательных эмоций, можно написать то, что вас беспокоит, на тарелке и потом разбить ее. Не стоит стесняться просить о помощи. Если не получается, самостоятельно справиться с депрессией. Иногда нужно просто с кем-то поговорить. Психолог, друг, коллега или кто-то из близких – неважно. Главное – не замыкаться в себе. Наталья Акачалова, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну что же, друзья, не сублимируйте плохие эмоции и боритесь с депрессией с помощью добрых новостей. Как раз новостная студия у нас сейчас на связи. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саля. Доброе утро. Сергей, ну вот мы сегодня поднимали тему стихийных рынок. Ты, наверное, тоже ходишь через них и иногда что-то покупаешь. Ну, конечно же, я хожу через стихийные рынки. Я вижу бабули, которые продают разные продукты. Но в нашей семье принято покупать у тех, у кого мы уже, ну, можно сказать, поколениями регулярно берем. Мы уверены в качестве продукта. Но так стараемся все-таки брать там, где есть какое-то заключение врача санитарного, где есть все документы и где можно не беспокоиться о своем здоровье и здоровье своей семьи. Это очень правильное мнение. Взвешенный и мудрый подход. Что у вас сегодня на повестке дня, Сергей? Сегодня в наших репортажах мы расскажем о том, как наполняют обмелевшее тайганское водохранилище. Вы увидите в прямом эфире выездное заседание крымского правительства из Керчи. Глава республики, министры и председатели комитетов разберут детально все проблемы города-героя. И это далеко не все. Следите за нашими выпусками новостей. Не переключайтесь, чтобы не пропустить самое главное и интересное из жизни полуострова. Большое вам спасибо. Мы желаем вам хорошего эфира, замечательного дня. Легких выпусков и, конечно же, да, хорошего продолжения этого дня. Благодарим за предоставленную нам информацию. Будем следить за новостями вместе с вами. Спасибо большое новостной редакции. Действительно порадовали. Но я признаюсь честно, и на рынках, и стихийных, покупаю у бабушек только цветы, чтобы дарить их дорогим женщинам. Ведь всегда приятно получить только что собранный свежий букет даже простых каких-то полевых цветов. Ну, иногда действительно бабушек становится жалко, и ты у них что-то покупаешь. Конечно, но, как мы уже сегодня выяснили, все-таки какую-то продукцию, то, что мы употребляем, именно еду, лучше там не покупать. Ограничить, надо ограничиваться только цветами. Это, по крайней мере, безопасно. Все остальное может привести к страшным болезням. Безопасно и приятно. Я надеюсь, что сегодняшний эфир доставил приятные эмоции крымчанам. Мы очень старались, чтобы вас порадовать. Да, конечно же, мы очень старались, и мы были рады сегодня составить вам компанию. Мы – это я, Салия Салямова и Александр Ткачев. Мы увидимся очень скоро, буквально завтра. Ждите только хороших новостей, крымчане. Ну, а мы желаем вам хорошего продолжения этого дня, и до встречи уже в эфире завтра. Салямова и Александр Ткачев